За прошедший 2015 год 82 человека погибли на водных объектах области. И хотя эта цифра значительно меньше показателя за 2014-й, проблема продолжает быть актуальной и требует всестороннего рассмотрения и огласки. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на водоемах, спасение людей, оказавшихся в опасности. Вот то, с чем каждый год в этот период сталкиваются работники освод. И несмотря на, казалось бы, элементарные правила поведения на льду, о которых знает каждый и взрослый ребенок, Чаще всего именно любопытство, азарт и беспечность толкают людей на опасный шаг. Такие причины, по словам опытных брестских водолазов, и приводят к плачевному итогу. Очень трудный случай, конечно же, в нетрезвом состоянии, когда молодежь, рыбаки в алкогольных опьянениях лезут на лед, не зная опасности. В нетрезвом состоянии, естественно, это быстрее приводит к летальному исходу, потому что нетрезвый человек, ему очень трудно справиться с тем, чтобы выкарабкаться на лед. Трезвому как бы нелегко, а и трезвому, так это вдвойне. К сожалению, не все понимают, насколько велика опасность трагического исхода при внезапном падении под лед. В данной ситуации, по словам водолазов, важно поведение человека, его способность действовать грамотно и быстро. В деле спасения важна каждая минута. Если в районе действия спасательных станций ситуация достаточно спокойная и контролируемая работниками освод, то в зонах отдаленных она несколько иная. С наступлением мороза водолазы настаивают на том, чтобы люди, выходя на лед, были особенно бдительными и непременно обзавелись простыми средствами безопасности. Это такие шильцы специальные. Если человек проваливается под лед, рыбак там, допустим, или так, кто-то гуляющий, если они всегда будут при себе вот так вот находиться, висеть, ну или как-то еще закреплены, чтобы можно было ими быстро воспользоваться. Так как вот было видно, как я пользовался, именно цепляешься за лед, достаешь корпус наверх кромки льда, если он обламывается, перехватываешься еще раз, если перестает обламываться, переваливаешься на бок и такими перекатами выкатываешься на более твердый лед и уже потом уже можно выйти и встать. Вот. Они не дают рукам скользить, хорошо цепляются за лед. Руками просто это труднее сделать и больше веса получается укладываешь на лед. Поэтому он будет проламываться, проламываться, тем самым ты устаешь, набирается вода в вещи, это все тяжелеет и быстрее тянет на дно. В целях предупреждения опасных ситуаций спасатели организовали рейд говорящей машины, которая сегодня активно осуществляет работу на водоемах города. Напомнить о безопасности не лишняя. Такая мера, по мнению МЧСовцев, одна из самых эффективных. Мы каждый год имеем такие негативные факты, когда при появлении небольшого льда, 2-3 сантиметра, любители рыбной ловли выходят на лед и получают удовлетворение или удовольствие. Но иногда случаются нехорошие факты, когда проваливается под лед и наступает порой летальный исход. Наша общая задача такие моменты упредить. Вот таким подходом, решением, как бы напоминать нашим гражданам, что нужно быть всегда очень осторожным и вдительным. И, конечно же, будет осуществляться соответствующий контроль по линии органов милиции, МЧС, освода, ну и других заинтересованных. Грибной канал – место, на котором в первые же морозные дни был заметен наплыв любителей лыж и коньков, а также тех, кто надеется на рыбный улов. Работники спасательной станции спешат предупредить Брещан о мерах безопасности. Проблема в том, что у нас и на каналах, и на озерах везде есть промоины. Вот в чем вся беда. У нас по нашим правилам написано, что выход на лед разрешен, когда он более 7 сантиметров и более. Но дело в том, что когда есть промоины, где-то какие-то ключи, это сложно сказать. То есть в одном месте он может быть и 10 сантиметров, а в другом будет 3 сантиметра. Поэтому вот это вот представляет опасность. То есть хорошо, когда снег выпадает, эти промоины видно. Когда нет снега, их просто не видно. И человек может неожиданно, не ожидая того, и провалиться. Азбука безопасности хоть и хорошо знакома каждому. Однако, как показывает практика, даже знание элементарных правил не способно уберечь от трагических последствий. С приходом холодов гражданам стоит более серьезно подойти к волнующему вопросу и сделать соответствующие выводы. Только так можно предупредить нежелательные последствия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова